В Москве состоялась презентация книги «Истоки Инквизиции в Испании XV века». Ее автор – выдающийся ученый-медиевист, отец действующего премьер-министра Израиля Бенцион Нетаньяху. Мероприятие прошло 26 ноября на базе Российского государственного гуманитарного университета. С одной стороны, это научная работа, с другой стороны, это сегодняшний, и даже не только сегодняшний, не только вчерашний, но и будущий день отношений между Россией и Израилем, что тоже очень важно. Бесспорно, это явление для нас очень знаменательное, и со своей стороны хочу подчеркнуть, что эту линию Российского государственного гуманитарного университета по мере сил своих будет продолжать. Выход этой книги на русском языке – важное событие для семьи автора. Предисловие к русскоязычному изданию написали глава правительства Израиля Бенгеми Нетаньяху и его младший брат, драматург Ида Нетаньяху. Он прилетел в Москву специально на презентацию книги. Впервые этот монументальный труд объемом в полторы тысячи страниц был издан на английском языке и разошелся сорокатысячным тиражом. Для научной литературы это большая цифра. Над переводом монографии на русский язык работал Даниэль Фрадкин. Существовал национальный миф. Понимаете, это миф, который нам очень льстит. Приятно знать, что мы, евреи, вынуждены были когда-то, 500 лет назад, отказаться от своей религии, от своих традиций и втайне хранить это. Увы, это оказалось не совсем правдой, если не сказать более того. И вот для того, чтобы признать это, для того, чтобы это выразить в своей книге, нужна очень большая гражданская смелость ученого. Смелость ученого, который, в отличие от идеолога, ищет правду. Он не отметает, как идеолог, все, что противоречит его гипотезе, а наоборот, приводит все контрдоводы для того, чтобы их опровергнуть документально. Высоко оценило научное издание специалист по истории средних веков Западной Европы Наталья Басовская. Книгу написал страстный человек. Я очень люблю авторов, ученых, он, безусловно, прекрасный специалист, но он пишет как страстный, чувствующий, вовлекающий в свои идеи людей, которые читают, ну, как трибун. А тема как раз такая, о которой можно и должно писать как трибуну. Судьба испанского еврейства ключевая в истории евреев Европы и еврейской диаспоры как явление. Именно это подтолкнуло руководство РЭК к инициативе перевода книги профессора Нитаньяху на русский язык. Это казалось достаточно сложным трудом перевести книгу, которая одновременно является серьезным научным трудом и бестселлером, легко читаемой книгой. И нам это удалось. Нам это удалось путем привлечения большой группы специалистов. И очень хороший труд переводчика. И получилась легко читаемая вещь. Издание было выпущено небольшим тиражом и изначально предполагалось, что оно будет распространяться среди научных библиотек и специализированных центров. Однако книга уже успела вызвать большой общественный резонанс. Поэтому руководство РЭК решило издать новый тираж, который в скором времени появится и в магазинах.